К сожалению, в начале 21 века, несмотря в том числе и на наши усилия, эра больших автокомплексов в городе Магнитогорске закончилась. Появилось зато очень много рынков. Причин, наверное, этому несколько. Ну и главное, это то, что большие автосервисы, как и нормальные автопередачи, в этом городе, скорее всего, никому не нужны. Были не нужны. Потому что в 2006 году, благодаря нашим друзьям, у больших автокомплексов снова появились радужные перспективы. Мы не в силах обвинять создателей рынков в излишней меркантильности и большом желании заработать, используя каждый квадратный метр площади. Они не только сами зарабатывают, но и дают это делать другим, сотням и тысячам магнитогорцев. Но в городе есть и в большом количестве ранее неиспользуемые места, где можно с удобством как для себя, так и для клиента реализовать свои автомобильные амбиции. Не спеша, со скрипом, но Россия все-таки становится автомобильной державой. И граждане наши необъятные предпочитают ездить на новых автомобилях, потому что поддержанных иномарках им правительство не дает. Какие новые автомобили делаются в нашей стране? Ну, конечно, лидер АвтоВАЗ, как бы ни хотелось, конкурентам, все-таки на 12% увеличил свое производство в сравнении с прошлым годом. Цена. Цена тема отдельного разговора, но с недавней поры у магнитогорцев возникли проблемы. Проблемы какого рода? А официальные представители торгующей продукции АвтоВАЗа почему-то перестали возить эту самую продукцию. Почему? Не совсем понятно. И магнитогорцы потянулись к перегонщикам, ну и, соответственно, решили сами поехать опять в Тольятти. Дело неплохое, Волга широка, пиво очень хорошее, рыбка тоже есть. Но сейчас ехать никуда не надо. А куда можно приехать? Да вот сюда, к новому РЭПу, к Калмыкову 66. Здесь в наличии полный ассортимент вазовской продукции. Если у вас нет денег, вас здесь также выручат, потому что здесь есть кредит. И, разумеется, оформят страховку, ну, в общем, полный комплекс услуг для вашего автомобиля. И, кстати, южные окраины более перспективны с экологической точки зрения. Можно долго и упорно бить пяткой в грудь, горделиво кичась экологическими достижениями. Но от правды не уйти. На этих машинах грязи, как Сахима и известицам завода, вы не увидите. Вообще, склад готовой продукции фирмы Incom Service M очень патриотичен, по сути. Мы находимся рядом с самым серьезным отечественным автомобилем. Что за автомобиль? У вас патриот равная конструкция. И нас просили как-то прокатиться, показать его в действии. Я думаю, что скоро это получится. В чем еще уникальность этого новенького с иголочки центра? В комплексном подходе к решению всех автомобильных проблем. Мы сами убедились и постараемся вам поэтапно это доказать. Итак, этап первый. Само решение приобрести автомобиль. О отечественных образцах мы уже говорили. Но есть и импортные. Не хватает денег, и эта проблема решена. Большая Мазда, хэтчбэк. Причем новая. Правда, уже не 626-я, а просто 6-я. На самом деле, Incom Service M это мультибрендовый салон. То есть, кроме МАСТ, вы можете здесь купить и Тойоту на заказ пока. Ну а Nexi всегда в наличии. И купить вы можете, не принося всю сумму сразу. Здесь более 20 кредитных линий. И для жителей Магнитогорска, и Челябинской области, и для Башкортостана, и даже для Хантамансийского автономного округа. В чем кредит вы можете оформить и на 5 лет, и без первоначального взноса. И вот за такой вот прекрасный, по моему мнению, автомобиль, ценой в 29500 УЕ, вы будете платить где-то 23 тысячи в месяц. И кстати, перед реализацией второго этапа, вы свой автомобиль при желании можете и улучшить индивидуально. И такая услуга здесь предусмотрена. В чем суть второго, не менее трудоемкого этапа? В постановке на учет. Здесь ехать далеко не надо. 100 метров на восток. Новое здание МРЭО. Гораздо более продуманное с точки зрения посетителей. Стульчики, кофеек, телевизор и комиссионный магазин. Это для желающих продать или купить БУ. Решение из разряда долгожданных. Тем более, учитывая количество автомобилей в городе. Ну и поскольку Бог любит троицу, то соответственно, вот вам третий заключительный этап. Полный сервисный комплекс. Казалось бы, нас, людей достаточно опытных, удивить нечем. А здесь удалось. Если ремонт, то любой сложности. И при желании, здесь можно полностью реанимировать авто из любой передряги. О мелочах типа перебор подвески говорить не будем. Это по умолчанию. Диагностика любая. Включая поставарийную. Инжектор глюкнул. Восстановят. Покрасят. Легко. И краску подберут. И морщинки с утомленного чела вашего авто ликвидируют. И что особенно важно, все услуги сертифицированы. То есть все всерьез и надолго. Ну и рано или поздно у вас и у вашего автомобиля возникает необходимость провести покраску. Такова статистика, что раз в пять лет вы обязательно или вас обязательно тюкнут. Приехав в сервис «Радужный», вы можете не беспокоиться. Покрасочная камера вместе с участком жестяно-сварочных работ смело берет пальму первенства. И еще из приятных вещей. Не так давно мой товарищ, хороший друг, стукнул свой автомобиль по комплексному автострахованию. Здесь же никаких проблем нет. Потому что страховщики работают напрямую с сервисом «Радужный». И соответственно здесь же полностью вам проведут диагностику вашего потрепанного коня. Закажут запчасти и отремонтируют в кратчайшие сроки. Мы не в силах за короткое время эфира полностью рассказать о деятельности, развернувшейся на двух гектарах бывшего сельского хозяйства. И не желая делать низкосортную окрошку, расскажем вам и позже, и конкретнее. Тем более и показать, и рассказать есть о чем. Все-таки дело, наверное, даже не в том, что автоцентр «Радужный» на сегодня самый большой в Магнитогорске. И может быть не в том, что все его услуги сертифицированы, вплоть до замены номерных агрегатов. Дело все-таки, наверное, в том, что здесь применен качественно новый уровень подхода ко всему комплексу услуг для автомобилистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!